Ну, коллега, я с вами шмона. С вами шмоны, привет. Привет, привет, Алюшенька. И рад тебя слушать. А я тебя видеть. Я тебя не вижу, поэтому и рад только тебя слушать. Женечка, привет особо. Ефим, о, теперь я вас прекрасно вижу. Подождем еще пару человек. Ма קורה? Эпשר להתחיל? Кен, я надеюсь, что ты יכול להתחיל. Добрый день, Тель-Хай, дорогие друзья. И начнем с... Вот так. Продолжение следует... 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 которая потом выросла в очень взрослую любовь, потому что этот роман удивительный. Роман Жаботинского, он блистательное произведение, опереждающее свое время, очень тонкий, сложный роман. И та история, которую Жаботинский рассказывает в нем, она очень сложная интерпретация Самсона, с одной стороны, древней еврейской истории, с другой стороны, и современной Жаботинскому истории евреев, потому что он создает, он написал его в 1926 году. В 1926 году, по его восприятию, то, что происходило здесь, это время судей. Нет царя, нет государства, нет независимости, есть только начало каких-то движений за независимость еврейскую. И в каком-то смысле он, мне кажется, попытался увидеть в истории Самсона последнего судьи, последнего человека перед царями, перед независимостью. Он увидел в этом историю своего поколения, последнего поколения перед независимостью, как и он сам это ощущал и был прав. И для меня, наверное, это было самое важное, что в Самсоне есть Жаботинский. И поскольку я знал, что для Жаботинского, для автора этого романа, там Самсон, это в очень многом он сам, то Жаба был метр шестьдесят восемь. Он был маленький очкастый еврей, сила которого не проявлялась в его мускулистости. Она находилась у него между ушами. И он был поэт. Он был человек поэтического взгляда на мир, поэт, философ. И мне кажется, что его Самсон наполнен именно этой силой. Главное в Самсоне это не то, что он может прорвать пасть льву, а то, что он может запланировать независимость народу, то, что он может осознать геополитическую ситуацию. И даже в той ситуации, где он рвет пасть льву, то, как описал это Жаботинский, это произведение искусства. Монолог Самсона о том, как он борется с львицей. У Жаботинского это львица. И даже тигрица. Бандера, если уже. Бандера. И мне кажется, что вот в этой вот странной игре, когда он в каком-то смысле ставит Жаботинского против нескольких типов женщин. Есть Карни, его возлюбленная из евреев. Есть Элинуар, она же Далила. Есть Смодар, его возлюбленная среди филистимлян. Но есть еще одна. Пантера. Которая тоже женский образ, у которого тоже с ней связаны сложные отношения, его, кто он такой есть. И даром она называется «Две кошки», если вы помните. Ну, он в каком-то смысле Самсон через роман идет через... Пытается идентифицировать себя через других людей. И в конце концов приходит к самоидентификации внутренней. Когда он не рвется между «я должен быть, как хотят евреи», «я должен быть, как хотят филистимляне», «я должен быть, как хочет эта женщина», «я должен быть, как хочет эта женщина». И в конце концов он приходит к внутренней самостоятельности, внутренней независимости. И в каком-то смысле это тот путь, который хочет Жаботинский провести нас к осознанию собственной независимости, ее возможности, возможности не зависеть от того, что хотят от тебя другие люди, куда они тебя влекут. И это лидер с точки зрения Жаботинского. Ты не идешь за публикой, ты ведешь публику за собой. Поэтому для меня очень важно было, что Самсон поэт, что Самсон политик в высоком смысле этого слова и мышцы. У меня на сцене рядом с Самсоном стоит актер, который играет Филистимлина, и он сильнее, больше, мощнее, и он играет именно этот кусок мяса. Но рядом с Самсоном он ничто, потому что Самсон – это не соревнование по перетягиванию каната. Это не штангист. Он играет в шахматы. Мы покажем отрывки сейчас, но я хочу с вами тут, знаете, поспорить, если можно. Конечно. Видите ли, какая вещь. У меня есть мечта. Знаете, как говорил Мартин Лютеркинг. У меня есть мечта. Мечта моя была написать комментарий широкий, обширный, всеохватывающий к пятерам. И поскольку я готовился к Самсону сейчас, так или иначе, перечитал роман, просмотрел комментарии, прочитал совершенно замечательные заметки, которые написали некоторые наши с вами современники, такие, как переводчик романа на русский язык нынешний, Петр Криксунов, Михаил Вайсков. Есть неизданная книга Майи Каганской, между прочим, о Заботинском. И вообще она очень много об этом говорила устно. И тут я понял, что в действительности по отношению к Пятеро Самсон еще более не откомментированный, вообще не комментированный роман полностью. Видите, какие интересные вещи. Вот есть такая классическая идея, что в романе есть несколько народов, как бы основными являются дониты и вообще израильтяне, филистимляне и овейцы. И это три народа, которые находятся в подбандатной Палестине. Это овейцы, это арабы, значит, дониты и израильтяне, это евреи, ну и, скажем, филистимляне, это британцы. С моей точки зрения, это неверный, абсолютно неверный ход. Вот, Заботинский играет в этом. Дело в том, что романы, оба романа, которые ему удалось написать, в действительности у него была задумка написать 11 романов. То есть, может, он мог бы и написать и больше, но было у него задумано 11 романов. И он написал только два. В 1927 году вышел, в 1926 он оставался, в 1927 он вышел отдельной книгой. Это Самсон Назари, и в 1936 это пятеро. И, в общем-то, по-настоящему ничего не оставил. Мы не очень хорошо знаем, что бы он еще мог такого интересного написать. Я об этом еще скажу. Но тут есть очень один интересный момент. Он с нами играет. Как Самсон, он есть игрок, судник. Он всегда вкладывает разнообразные смыслы в свои вопросы, которые он задает тем или иным, евреям ли, филистимлянам ли. Точно так же вот эта вот приблизительность, она является приблизительностью. Точно так же и отношения с женщинами. Там можно вложить огромное количество идей, которые взяты из более ранних рассказов, Эдме, например, Эдме. И потом эта же сюжетная линия переходит в пятеро. Вы знаете, в действительности это настолько многоплановый роман, когда мы с вами разговаривали о том, что рассказать, мы буквально говорили несколько минут. И вот вы мне сказали о том, что это многоплановый роман. Я еще раз в это вдумался и увидел столько планов, столько возможностей откомментировать, что, знаете, даже залез в такую книгу, есть такая книга, «Шимсон, судья Израиля», написанная Равином, Гершемом Вайсом, и вдруг понял, насколько еврейский Шимсон отличается от Самсона Назарея Романа. Но не потому, что он является, скажем, нееврейским изводом. Никоим образом. Ничего нееврейского в этом нет. И такие мостики, которые Крик Сунов почему-то решил перебросить от романа «Самсон Назарей» к роману «Мастера и Маргарита Булгакова», с моей точки зрения, являются ошибочными. Красивыми, несомненно, но ошибочными. Очевидно того, что это один и тот же переводчик. Знаете, как у переводчика в голове это все было? Но зато какие там интересные идеи в действительности. Это, он в предисловии пишет, предисловие маленькое, он пишет, что нет никаких схожестей с реальной историей, с археологией, с библейским сюжетом, а все это родилось у меня в голове. Вот это в действительности мир, который был создан Жаботинским. «Самсон» — это параллельная история. Но, знаете, я не хочу вас скрасть, я хочу показать отрывок из вашего спектакля. Блестящий отрывок — это свадьба между Самсоном и Самодаром. Самсон» «Самсон» «Сампон» Продолжение следует... 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 И мне кажется, что Жаботинский в своем Самсоне, он проговаривает именно это. Его желание иметь лидера, еврея, не имеет значения, человека, который говорит, и то, что он говорит, обладает весом, обладает ответственностью, обладает настоящей текстурой, что это не бла-бла-бла. И его слова имеют смысл очень большой, потому что его Махбонайбеншуни, этот же самый левит, который служит кому угодно, одновременно это тот человек, который написал Танах, это тот человек, который пишет историю Самсона, и его слова останутся в вечности. И именно слова останутся в вечности. Останется не настоящая жизнь, которая была у Самсона, а именно те слова, которые написал этот человек. И разговор о словах их весомости, мне кажется, был очень важен для Жаботинского именно потому, что он был человеком, который существовал на границе между художественным творчеством. Это человек, который сидел в тюрьме и переводил Данте. Это человек, который, он из важнейших переводчиков на иврит в истории, несмотря на то, что он сделал всего один из переводов стихотворных. Но они основополагающие для перевода на иврит. И этот человек художник слова, настоящий художник слова. При этом он работал в политике, место работал, занимался политической деятельностью, в которой слова очень быстро обесцениваются. Слова обесцениваются моментально. И его борьба в этом смысле была создать политическое движение, в котором не будет обесценивенности слов, в которой слова будут «довар», а не «мелин». И мне хотелось проработать эту весомость, что ли, в спектакле и сочетание. Мы искали там, мы нашли очень интересную музыку, древнюю персидскую музыку, самую древнюю, которую мы нашли. Мы написали на ней вариации, на очень старинные струнные инструменты. Мы нашли вот эту глину, мы нашли эти текстуры определенной одежды, которые были бы из того времени. Но при этом мы не притворяемся тем временем. Мы играем на пустой сцене, она черная, мы не делаем декорацию. У нас есть видео, которое включается в спектакль. То есть мы не притворяемся в прошлое. Потому что Жаботинский не писал прошлое. Он не делал попытку написать, как был Самсон на самом деле. Его это не интересует. Он рисует ситуацию, в которой есть борьба людей различных, в которой филистинский Саран, он самый умный человек в романе. Самый умный человек в романе, который предлагает Самсону философию правления железную. И Самсон отказывается от нее по странным причинам, непонятным для нас, нелогическим. Потому что он строит историю, в которой есть многие части. В ней есть реал-политик. Самсон как реал-политик. И в ней есть абсолютно мистические части про Ромидор и Меридор и какие-то... Потому что мир составлен из многих. Есть мистические куски, есть реал-политик, есть любовь, есть драка. И вопрос, как ты, единый Самсон, который сочетает в себе шута и философа, борца и любовника, еврея и нееврея. Что ты с этим делаешь? Да, мир, он вот такой, он сложный, запутанный. И человек, который написал Библию, умолился всем богам подряд. А что ты с этим делаешь? Выбор как бы предлагается нам. И предлагается взять за него ответственность. И когда Самсон... Мне всегда очень бесит обычная трактовка последних заповедей Самсона. Да, он говорит, копите железо. Как раз это написано на картине Рафи Унгера. Это знаменитая такая картина. Копите железо. Только на иврите и на английском, не по-русски. Зацарите царя над собой и научитесь смеяться. Да. Все всегда думают, что воцарите царя, это политическая вещь. Что Жаботинский за диктатуру, что Жаботинский за царство, что за... Но я думаю, что он говорит здесь не про политику. Я думаю, что как и весь Самсон, он говорит здесь про личное. Копите железо, это не будьте слабыми. Имейте возможность бороться. Как личность. Не как народ, не как политическая система. Как личность. Воцарите царя, это тоже здесь. Потому что когда только приходит и научитесь смеяться, ты понимаешь, что не идет разговор о политическом строе. Идет разговор о философском восприятии самого себя. Русская фраза, поговорка, царь в голове. Человек без царя в голове. Он требует, чтобы ты был царем в голове. И в каком-то смысле я пытался рассказать эту историю. О том, как человек, который имеет огромный потенциал, такой солнечный мальчик, который может все. Он сильный, он умный, он красивый, он замечательный. Все от него что-то хотят, все от него что-то требуют. Он пытается быть с теми, он пытается быть с теми. Они его порвут. Если он будет с этими, его порвут евреи. Если он будет с филистимлянами, его порвут филистимляне. И в конце концов, только когда уже он слепой, он понимает... Да, да. Последние главы, последние главы. Начиная от поимки его в доме Далилы, она же Элинор. Это гениальный ход Жаботинского. Сделать Далилу уже известной и ему, Самсону, женщиной. Девушкой, младшей сестрой Смодар, своей невестой, жены недолгой. И это гениальный ход, гениальный ход, который даже купил Голливуд. Мы еще об этом скажем. Но тут я хочу сказать, что вы абсолютно верно трактуете. И я хочу прочитать этот отрывочек, если можно. Хермеш помялся и спросил, передать ли что нашим от тебя? Самсон подумал, потом сказал медленно. Две вещи передай им от меня. Два слова. Одно слово «железо». Пусть копят железо. Пусть отдают за железо все, что у них. Серебро и пшеницу, масло и вино. И стада, жен и дочерей. Все за железо. Нет ничего дороже на свете, чем железо. Передашь? Передам. Это они поймут. Второе слово они не поймут. Но должны понять. И скоро. Второе слово «царь». Передай это Дану, Вениамину, Иуде, Ефрему. Царь. Один человек подаст им знак и тысячи разом подымут руку. Так у филистимлян. И от того филистимляне, господа Ханаана, передай от Соры до Хеврона и Сехема, и дальше до Индора и Лаиша. Царь. Передам. Сказал Хермеш. И тут мы вдумаемся, так нету же царя у филистимлян. У них пять саранов, они разные. Прокус именно в этом и заключается. И Хермеш слово «царь». Он пишет на русском языке. Совсем другое. Не властитель, не король. Царь. Царь в голове. «Вступай», — сказал Самсон. Хермеш схватил его за руку и стал целовать, и, не отрываясь от руки, спросил трепетным голосом. Эти два слова я скажу от тебя, народу, людям, нам, которые тебя любили. Нам и нашим детям ничего ты не хочешь сказать. Тут очень важно, что те люди, которые мы любили, которые были с ним, они там называются в романе «Шакалы». А можно по-другому «Волки». Мы же знаем даже у автобиографии, извините, биографии Шмоэля Каца так и называется. «Зэй вабодет» — «Одинокий волк». То есть «Шакалы при волке». А что это? Это лицей. Что такое лицей? Что такое ликеос? Это место, где живут… Это от слова «ликос», «волк» — это место, где живут волки. Это философия вообще. Это все философская вещь. И Хермеш, он им говорит, ничего. Хермеш побрел во виску назад, вдруг Самсон его окликнул. Он оглянулся, самсон старательно вытира влажный тыл ладони и сказал ему, я передумал не два, а три завета. Завета. Вот он. Вы говорите, там вещь, слово, а теперь это завет. Завета. Передай им от меня, чтобы копили железо, чтобы выбрали царя и чтобы научились смеяться. И тут, конечно, мощный момент. Это, несомненно, прощание Жаботинского с Ницца. И вообще, должен вам сказать, что вы правы. Да, он был невысокого особенности роста и все. Но дело ведь не в том, как человек в действительности выглядит. Дело в том, что он там внутри себя держит. В Жаботинске внутри себя держал человека огромного роста, могучего, сильного, бесконечного. И у него был период в жизни, очень важный для него. Это начиная с 1909-го, когда он впервые попадает в Османскую империю, попадает сюда, на территорию Эрец-Исраэль, земли Израэль, до 1929-го, когда он последний раз приезжает. И в 30-м в январе ему запрещают сюда приезжать. Вот этот период важный, огромный, 20 лет. Главная его вещь – это Самсон. Что было до того, мы сейчас не будем рассказывать. Что было после того, это уже пятеро. И это, как называется... Параллельно с Самсоном происходит еще одно литературное произведение. Вы имеете слово «ополку». Вы имеете слово «ополку». Думаю. И это очень важно, потому что Самсону... Я не буду, хочу сказать, я хочу вот что сделать. Я хочу вот что сделать. Давайте мы на секундочку покажем отрывок уничтожения Самсона из вашего. Уничтожение, будем говорить честно. Это уже не Самсон. Уничтожение Самсона. После этого гениальный диалог с Сараном. Так вот, давайте это посмотрим. Потом я хочу вам прочитать одну вещь. Вы ее, конечно, знаете, но наши друзья, так сказать, не знают. Сейчас мы... Сейчас... Вот как можно уничтожить. Гениально. Я всем рекомендую посмотреть этот спектакль. Он есть в Ютьюбе, друзья мои. Он совершенно потрясающий. И... Я вернусь на картинку, чтобы... Сейчас... Ну, что такое? Ладно. И хочу прочитать... Хочу прочитать маленькую... Маленькое-маленькое стихотворение. Даже не стихотворение. Я знаю, Ефим, что вы его знаете. Это... Буриме, которое было задано Жаботинскому Ниной Берберовой. Помните? Маленькое письмо. Париж, 31 октября 1931 года. Многоуважаемая Нина Николаевна. Я надеюсь, никому не нужно объяснять, что такая Нина Берберова. Если нужно, то это... А. Жена Ходосевича. Б. Прекрасный русский писатель. В. Великолепный биограф Чайковского. Знаток масонских лож. Ну, что только нет. Замечательные совершенно. Многоуважаемая Нина Николаевна. Все думал ответить на ваше Буриме как-нибудь гениально в стихах. Но вижу, что куда мне паденщику, паденщику, даже рифм придумать не могу. Спасибо. Буриме выше всяких похвал. Изящный торст меня прямо тронул. Сразу узнал себя Калишевича и Гронского. К сожалению, Буриме самой Берберовой не сохранилось. И будет чудесно, если судьбы могучий перст. Действительно, скорость ведет нас. Заранее прошу записать за мною стул рядом с вами. Ваш Владимир Жаботинский. А теперь мое. Нина, вот тебе секрет мой. Старый дом и новоселье, Тель-Авив или чужбина, Царь Давид или чай-коншек, И пощечина, и ласка, Высшие подвиги безделья, Брань и слава. Все мне нудно, Прошлогодний талый снег. А ведь было, были шпоры, Молли, пегая кобыла, Грохот пушек за Эрданом, Бахи Моцарт, Дант и Кант, И развязывали пальцы на груди, Высокий бант. А пропо, не на твоей ли? Все равно душа забыла. В.Ж. Только чур не сердится, прошу помнить, это мой секрет. Секрет Жаботинского в том, что после своей Самсонщины, если можно так сказать, своего выдвижения из солдат через сержанта в лейтенанты, потом вот вся история с созданием Аганы, и затем оборона Иерусалима, если можно так сказать, потом начинается разъедание, ну, судьбы, в котором принимают участие ближайшие, ближайшие друзья, начиная от Вейцмана и заканчивая кем только нет. И это отображено в романе несколько раз, на судилищах, которые ему устраивают, на всех хитрых выходах, которые пытаются сделать и так, чтобы было удобно и эдак. В действительности судьба Жаботинского и реальная, и реальная, она заложена в этом работе. Вот мне кажется, что вы в своем, в своей пьесе, точнее, в своем спектакле, вам это, с одной стороны, удалось, а с другой стороны, нет все-таки оточисления Самсона и Жаботинского. И не нужно, не нужно, не нужно. Скажите как раз. Смотрите, Жаботинский ничего не делает никогда в лоб. Абсолютно. Он может говорить в лоб, как политик. Он никогда не говорит в лоб, как художник. Никогда. У него достаточно вкуса, чтобы никогда себе этого не позволить сделать. Поэтому мне было не рубать это дело в лоб. Но в романе, и я это очень усилил в спектакле, то есть как бы две части. Есть Самсон живущий, и есть Самсон, который уже не живет. Он проживает свою оставшуюся жизнь, убирая. Потому что потенциал не востребован. Не востребован так, как нужно. Да, как бы. И вот эта вот невостребованность, когда все хотят, чтобы Самсон был с ними, но чтобы он делал то, что они хотят. Чтобы он бегал по их канве. И мне кажется, что... Не важно, что это канва. Еврейская, филистинская, не важно. Женская. Самое разное. Самое разное. Мне кажется, что в этом смысле для меня всегда существовало такое странное сравнение, но оно для меня важное. Я любил сравнивать двух Владимиров. Владимира Владимировича Маяковского с Владимиром Жаботинским. Это мое личное сравнение, но мне кажется, что это история двух поэтов и политики. Очень разная. Маяковский не шел быть лидером, но он пошел в нее, и она его съела. Она точно так же съела и Жаботинского. Она съела великого художника. И у нас, к сожалению, вместо великого романиста с одиннадцатью романами и прекрасными стихами, которые он не позволил себе никогда не выпустить как стихи, они у него в романе существуют как часть романа. А когда ты читаешь эти стихи, это прекрасная поэзия, это прекрасная русская поэзия своего времени. Это мощный паратор. Человек, который перевел пол божественной комедии первой части, сидя в тюрьме. Это художник-поэт большого полета, который сделал ту самую ошибку, которую делают поэты иногда. Попытаться реализовать. Реализовать свою поэтическую мысль. И тут ты влезаешь, как именно описывает это сам Жаботинский. Самсон приходит к евреям, и он толкает им речь, которая поэтическая, а они начинают разбирать, а кто пойдет слева, а кто будет завтра, а кто будет с этого, а твой Бен Додден так, а этот мой, этот сам и вот это. И заканчивается поэзия. Поэтому он и как философ политически понимает, что Самсон – это не тот лидер, который должен быть. Лидером будет царь, который будет потом, который будет Давид, который будет Шломо, я не знаю, что. А как он собирался написать роман? Когда он пишет в этом дуриме, старый Давид, это роман, который он собирался. А самсон, который этот воин закончит трагически, закончит ослепленным, закончит проживая вымирание свое собственное, потому что вот это вот сочетание, каким он сам и являлся, Жаботинский, поэтом, который чувствует ответственность перед миром. И поэтому ему нужно, чтобы что-то произошло в реальности, в действительном мире. Он пытается это сдвинуть. И делает удивительные вещи. Он талант огромный. И это все оканчивается ничем для него. Для него. Он никогда не видит результата. В каком-то смысле он пишет Самсона как предтех. Я с вами не согласен. Я хочу вам сказать, что если сравнивать Жаботинского с Владимиром в русской литературе, то это другой Владимир Владимирович. Это Набоков. И удивительным образом, удивительным образом, если мы вдумаемся, Самсон вместе с Пятеро, эти два романа, если их так как-то слепить, это дар Набокова. Дар имеется в виду роман. Последний, обратите внимание, написанный буквально, буквально, так сказать, за год там, за полтора до смерти Жаботинского. То есть, и игра стихов в романе Пятеро, «Я сын моей поры», и стихов в романе «Дар» – это игра одинаковая. Вот с моей точки зрения с кем стоит сравнивать. Это не потому, что, упаси Бог, любил моя литературная цель, не потому, что, упаси Бог, что один любил другого, а другой любил третьего. Я вообще не сторонник, как и у Крит... Вот не сторонник, что Жаботинский повлиял на мастер-роман, на мастер... на роман мастера Маргариты Булакова, или повлиял. Никоим образом. Поэт, писатель пишет, как он хочет, поет, что он хочет. Зачем кружится ветер в овраге, так сказать, сказанного Пушкина по этому поводу. Зачем арапа своего младая любит Дездимона? Тут как раз все равно... Мне, так сказать, мне творчество, это вне правил. Но если сравнивать, то, конечно, конечно, не с Маяковским, который, извините, ну, просто... Ну, будем говорить честно, да? Поставил точку или поставили точку, мы так и не знаем, кто его. Сам он или его, не важно. Поставил точку гораздо раньше, чем поставил ее здесь. Поставил точку гораздо раньше. Поставил зрачку гораздо раньше, лет на 10, честно. Наступил на горло собственная песня, как он сам и сказал. В Батинске был человек сто горл. То есть, где-то он остановился и не пел дальше, а где-то он не остановился и пел до последней точки. Забатинский. Тут я вот хочу сказать, у раби-соловейчика есть статья, которая называется Катарсис. Вообще, соловейчик интересная фигура. И он там среди раввинов одна из самых потрясающих последнего времени. И там у него есть идея, что такое герой. Есть герой греческий, он там пишет в этой статье, который, ну вот как бы, да, в какой-то момент он выходит на сцену и очень театрально, драматически совершает то или иное действие. И мы сейчас это посмотрим, увидим это, как это сделано в фильме Сеселя де Миля, так сказать, вот там, конец, да, а есть и у Заботинского не это главное в романе Самсон. Совсем не главное, как заканчивается. Там описание специально сделано, чтобы это не было главным умри душам и асферистиканам. Наоборот. Это описание, которое внезапно появляется египтянином, оно написано со стороны. Да, 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 это блестащее. Как глупая шутка. Литературный, еще раз повторюсь, ход литературный достойный Набокова, вдумайтесь, достойный Набокова, достойный вставной новеллы Набокова о Чернышевском в Даре. Так вот, я хочу вам сказать, что есть, пишет Соловейчик, есть совсем другой подвиг. Это ежедневное делание до конца жизни обыкновенным еврейским героям. ежедневность подвига. И вот Заботинский это и есть настоящий герой, который описан у Раби Соловейчика. Ежедневный подвиг. И ради этого подвига иногда не нужно написать еще девять романов, и ради этого подвига нужно там отказаться от великой карьеры русского писателя, и ради этого подвига умереть в полубезвестности, честно говоря, на, так сказать, самое время, когда бы ему жить и жить. Вот этот героизм, он удивительный. Героизм ежедневный, ежедневного труда. Тут это перекликается, кстати, с Мандельштамом, да, ежедневный труд, который там, ну ладно, не будем сейчас сходить, а то мы тут превратим этот наш разговор в какую-то уже совершеннейшую литературную, массу литературной феминесценции. Так вот, я хочу вам сказать, что мне, я сейчас поищу это, что-то у меня тут выключилось, мне удалось получить интересный такой диск, оказывается, есть такой человек, или был такой человек, Вадим Рывкин, он написал музыкальную драму в двух действиях Самсон, и вообще, оказывается, Мошелуцата написал, я, кстати, не знал, никогда не читал, теперь моя задача найти Самсона и Филистимлян, которая, или Маосе Шимшон, который написал в 18 веке Мошелуцата, меня интересуют именно еврейские изводы, не изводы ну, скажем, связанные с художественными изображениями, да, там, фонтан Самсон в Петергофе, да, или фонтан Самсон в Киеве, сделанный Григоровичем Барским в 1758 году, в котором такой крестьянский мужик мучает бедную собаку, так сказать, ну, потому что она величиной собаку, у меня по этому поводу есть смешная история, но я хочу вам сказать, что самоубийство, да, вот как бы самоубийство и порвал его как козленка, сказано в библейском тексте, книге Шофтим, а у Жаботинский убивает пантеру, Самсон душит ее, тут тоже, да, вот это вот разнозвучание, я хочу поставить как раз, если мне удастся сейчас, сейчас поставлю музыку из этого, но только как раз то, что мы с вами говорили, про поставить царя и научиться смеяться, маленький кусочек, советы, заветы, я поступил и сам и не спуток запомни это передашь своим передам всех либритистов нужно сечь, всех либритистов нужно немножко сечь, взять Пушкина и сделать с него, так сказать, оперу Евгения Онегина, взять Жаботинского и сделать с него музыкальную драму, но тем не менее надо дать очень интересно, там есть интересный момент. Мне хочется, знаете, как сказано у Бабеля, с которой мы уже сравнивали с Жаботинского, что вы говорите мало, но вы говорите смачно. Мне хочется, чтобы еще что-нибудь сказали о своем спектакле, вообще о своих задумках. Нет у вас задумки поставить пятеро, кстати? Нет. Пятеро ставить не хочу. И в принципе я отцом еврейского национального сознания в двадцатом веке посвятил много лет своей жизни. У меня спектакль по дневникам Герцля, который я делал в течение десяти лет. очень интересно. Я сделал спектакль по Самсону Жаботинскому. Для меня это две фигуры крайне важные в понимании современного еврейства без отношения, без вопроса вообще связанных цистеанизмом. Это два очень глубоких философа современного еврейства. Еврейство, которое существует на границе современного мира, еврейство, которое существует в модерне, еврейство, которое существует в мире, в котором правила аллахи не являются единственными границами того мира, на который ты смотришь. И я ими занимался очень долго, этими двумя волками. Волками-волками, все правильно. И звали их там. Два базы абсолютно тонко связанные друг с другом, имеющие глубокую связь. и оба художника, оба люди, занимавшиеся словотворчеством, мифотворчеством на грани своего времени, оба блистательные журналисты, которые поняли, что политика двадцатого века и журналистика это одно и то же. Герцель, может быть, вообще был первым человеком, который понял это. потому что то, что он создал в каком-то смысле сионистское движение это спин. Это журнальный спин. Он управлял мировым движением в то время, как у него было два человека, которые его поддерживали, и один из них был протестантом. И я прошел серьезный период работы с ними, и мне кажется, что в обоих случаях, и в случае с Герцлем, и в случае с Жаботинским, оба они за свое политическое участие превратились в картонки в еврейской культуре. И Герцель это картонка, которая имтерцуэнзэагада на самом деле никто не читает. И Жаботинский, которого его политические последователи цитируют пять мемов из одной статьи, которую они тоже не прочитали до конца. И точно не помнят, какие это мемы. Совершенно верно. И это греха, да, как бы в современном Израиле ни философии Герцля, ни философии Жаботинского по-серьезному не обсуждается, не существует, она не проявлена в... Герцель пишет, что первое, что будет в следующем государстве, которое он построит, это опера, в которой будет идти опера под названием Шабтай Цви. На, как бы, Шабтай Цви до сих пор, прошло 40 лет, с тех пор, как была написана последняя монография Гершума Шолева, никто не пишет историю Шабтай Цви. Первый человек, который написал биографию Якова Франка, это поляк Павел Мачейко. Замечательная книга, не знаю, как вы ее прочитали, это совершенно замечательная книга. Конечно, замечательная книжка, это позор, что ее не написали мы. Позор. Потому что мы себе выдумали мейнстрим, дешевый, мистический мейнстрим, который действительно нету места. Мелкотравчатыми социалистами в 40-х годах, которые мы до сих пор жрем в культуре израильской до бесконечности, перевариваем вот эти вот странные перепевы газеты «Довар», которые очень смешные, потому что если мы хотим разбираться в современном еврее, что такое современный еврей, мы не должны идти к гениальному политику, но к графоману Бен-Гуриону, а мы должны идти действительно к тем, которые создали мощные произведения. В случае с Герцлем это и Альт-Нойланд, и Дневник, в случае с Жаботинским это и статьи, и Словополку, и Самсон, и Пятеро, это громадный корпус попытки осознания того, что такое современный еврей, что такое еврей, живущий в модерне, что такое еврей, живущий в современности. И эти все мысли у нас забыты, они не существуют. Потому что мы повторяем зады, повторяем зады 18-го, 19-го века в... Ладно, оставим. Мы сейчас... Ефим, дорогой мой, то, о чем мы с вами говорили до того, как нас услышали, это у меня, так сказать, это мой проект. Мне было очень приятно с вами... Не уходите, мне было очень приятно с вами общаться. Но мы перешли на политику, а это не наша задача. Поэтому давайте закончим культовым фильмом, в действительности культовым фильмом 49-го года. Потому что там играет, с моей точки зрения, блестящий актерский состав и главное, там играет великая женщина, да, которая создала для нас Bluetooth. Ну, Господи. Совершенно верно. Ну, нет, я хотел назвать ее настоящей еврейской фамилией, она у меня выскочила. Я тоже не помню. Выскочила сейчас, нету возможности посмотреть. Понятно, что Хэдди вам? Посмотрим, закончим и подождем вопроса. Итак, прощаемся с Самсоном, друзья мои. Вот она, Хэдди вам. Ты уходишь? Хэдди вам. Голида. Стрейкфенди, о Бог. Стрейкфенди, о Минусмец. Он уходишь? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Величины как храм в Азии Храм Дагона такой Ефиму Рененбергу, замечательному режиссеру Режиссеру и блестящему С моей точки зрения интерпретатору Заботинскому И это самое важное Вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Единый Бог Это первое Совершенно верно И второе То есть это уже все Как бы интерпретации Значит Разные трактовки Одного и того же И второе Если он, так сказать Предстает Вашим восприятием Интеллигентным Так сказать Очкариком Хлюпиком Как это соотносится С его Будем говорить Реальными Физическими Подвигами Ну Вот Смотрите Есть традиция Ортодоксальная традиция Которая говорит Что Самсон Самсон вообще был слабым И только когда Сила Божья Начинала его Двигать То тогда он мог Дать всякие Но У Жаботинский Это сложная фигура И поэтому Мне не хотелось давать Там маленький портрет Маленького Жаботинского А мне хотелось Дать портрет Который мне кажется Интересовал Интересовал его самого Он же в Самсоне Не описывает себя Реалистично Он описывает себя А если бы была Такая возможность В каком-то смысле И для меня Было важно Что для него Физическая сила И Красота Физическая Мужская красота Имели значение Если мы читаем Слово о полку То он Восторгается Тем Как выглядят Три грузинских брата Которые пришли Работать Потому что они Действительно красивые И мощные И что еврей Должен быть мужиком И у него есть Эта Эта вещь В его идеологии Поэтому для меня Было важно Что с одной стороны Без сомнения Это герой Стоит Самсон И он Самсон Молодой Крепкий мужик Но история Не о том что он Сильнее всех И поэтому мне было важно Рядом с ним Поставить Филистиненом Кого-то кто будет Еще больше Да Но меньше По духу И тогда эта игра Может каким-то образом Работать Потому что Работать контрастами То есть я мог взять Конечно Маленького актера Который бы играл Там умного еврея Который Но это была бы Совсем другая история И мне кажется Что она Не была бы Работинского Она была бы История про то Как дух побеждает Все А он не такой Оптимистичный Работинский Это интересная история Как дух побеждает Тело Но это не та история Которую Жаботинский пишет Я не лезу В эту историю Я говорю о том Что вообще Всегда Когда Знаете Есть замечательная вещь По поводу Самсона Он называет этот роман Самсон Назарей Совершенно верно Вот эта вот история С Назареем Он не выбрал назвать его Самсон Назир Именно Назарей Да С вот этой вот Странной христианской Ассоциации И мне кажется Что тут очень важно Что он говорит Это не Христос Это не Христосик Мы не идем спасаться Через Отдай другую щеку Там это самое Нет Это мужская история Мы деремся Теперь будет вопрос О том как драться Но мы деремся Это условность Которую Жаботинский Пронимает 100% Он не пытается Розовый мир В котором мы когда-нибудь Драться не будем Именно так Беремся Железно Замечательно Сказали Совершенно замечательно Евреи Есть еще вопросы 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 Не вопрос А по поводу Еврейских хлюпиков И очкариков Можно? Можно Нужно Еврейские хлюпики И очкарики В виде выпускников Института Философии Литературы И искусства Которых знают Ну мы по крайней мере Точно знаем Давид Самойлов Григорий Померанц Юрий Лебарский Вот эти Тонкие Тощие хлюпики Сражались так Что Страшно Представить их Врагов Я не помню фамилию Он учился именно В этом институте Ушел естественным Добровольцем В сорок первом году Потом уже стал военным Военным медиком Так этот Еще больший хлюпик Держал оборону Против трех немецких гаубиц Ну хорошо Мы знаем Сергей Кузьминского Про лейтенанта Неизвестного Эрнста Послушай Не в этом же дело Ну к тому Тут как раз Разговор о другом Нет Жень Я не О величине Физического тела О величине Духа Но Жаботинскому Важно Об этом она и говорит Я об этом Жень Я об этом Хотела сказать Об этом Девушка и говорит Я хотела сказать О том Что несмотря на все Да на Преимущество Духа Над силой Самсон Назаре Еще удивительно Пластичное И фактически Очень красиво Выстроенное Произведение С одной стороны С культом силы С культом физической Красоты И культ силы И конечно же Иосиф Иосиф И его братья Это интересный роман Конечно С которым можно Самсона сравнить Вовсе не с Фитфангером Каким-нибудь там А именно Томас Макс Абсолютно правы В том смысле Что это не культ силы Это культ красоты Да Пластики Пластики Это именно Невероятная пластичность И Это 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 Оживший Оживший камень Друзья мои Это можно бесконечно И Я хочу вам сказать Что мне Вот только Что кто-то написал Я не успел увидеть Кто Что хочется Все это повторить Снова Все эти четыре диалога Но к сожалению Я должен Буду с вами Попрощаться В следующий раз У нас Ничего не будет Следующий Вторник А там Мы вам Сообщим В В нашем Ватсап Группе Что там у нас будет дальше Итак Четыре диалога О Жаботинском Закончены Закончены На блестящей Высокой Ноте Еще раз Огромное Вам спасибо Ефим И конечно Спасибо всем Кто до этого Был с нами И Ариэлю Больштейну И Елене Каракиной И Зееву Гейзелю И снова вам Ефим И вам мои друзья Ну и До новых встреч Что-то в чем-то другом Но это будет Если Бог даст И все будет хорошо Через Один вторник Спасибо большое Маечка Особенно тебе Спасибо за то что Ты всегда с нами Зор И тебе Женечка Тебе Всем друзьям Всем кого я знаю лично И кто С кем я не знаком Всем вам Спасибо за то что вы были с нами Это были Четыре Необыкновенных вечера До свидания Всего доброго До новых Спасибо Спасибо Огромное Было очень интересно Да в действительности Я должен сказать что было очень здорово Мне самому было очень хорошо Люди Замечательные Народ наш Прекрасный И И И вот Должен сказать Вот Заботинский не зря все это делал Не зря Вот этот вот Эти четыре диалога о нем показали мне то что Он все делал не зря На этом поставим точку До свидания Спасибо Спасибо На Амош Зэо Продолжение следует...